Просто хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что власть он не отдаст. Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже, обладатели этой власти, носители, если хотите ее. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи. Об нее вытирали ноги, равно как и о вас, тех, кто носил погоны, не только о вас. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто вот так вот кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет. Сделаю я это с вами или без вас вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну? Вставайте. Не хотите – не предавайте. Вы люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте. Я это говорил до выборов. Чувствую, что нам могут подкинуть эту заварушку. И второе. Слушайте, если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал. Рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы. Поэтому вы образованные люди. И вы думаете, я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя, когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне, вы знаете, там иногда недозаконно. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. В данном случае ситуация не такова. Еще раз повторяю, я не призываю вас нарушать законы. У нас достаточно законодательства и закону, для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее. И стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что вы такие же граждане, как и президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам еще жить в этой стране и в Новой Беларуси.